Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Добрый вечер. Мы очень рады и счастливы. И, конечно, сразу же спешим поздравить поклонников, но вдруг какие-то по уважительным причинам остались не в курсе, что вышел новый альбом у группы Brainstorm. Ура, ну давай с тебя, конечно, сейчас у тебя рассказ, да, короткий. Ну давайте я подержу немножко в руках. О, как приятно, действительно. У нас вышел новый альбом Wonderful Day. И там 10 новых песен. С улыбкой, с удовольствием на лице говорит, значит, доволен работой. Да, ну, знаете, для группы, ну как бы день тот один, когда выходит альбом, но над ним же работает почти три года. Но у нас так разработано, что вот этот период между альбомами, он примерно три года. Потому что когда он выпускается, тогда ездят тур, концерты, фестивали. Потом год как бы ты немножко отдыхаешь. Потом понемножку копишь материал, а потом уже третий год записываешь, и опять держу. Слушай, ну мы тебя поздравляем, мы поздравляем всю команду. И у этого альбома есть же какая-то интересная, удивительная судьба. Он создавался, как у бременских музыкантов, где-то так в пути, в дороге, в гастролях. Тоже, 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 да, 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 да. Ну история была такова, что этот альбом нам помогали делать два шведских парня, два шведских музыканта, продюсера, очень талантливые ребята. И мы в Риге писали, и мы в Стокгольме писали, и шел процесс как бы создания альбома. Но настал момент, когда нам надо было ехать в тур. У нас был российский тур, и мы говорим ребятам, извините, нам надо вот на три недели как бы сделать паузу, мы едем в тур. И они так грустно на нас посмотрели. О, вы в тур поедете, здорово. А мы в России никогда не были. Ну вот. А мы тоже хотим шапки-ушанки, тоже хотим... С медведем под гармошку поплясать. Типа. Ну, в конце концов, мы думали, ну, конечно, давайте, присоединяйтесь. И у нас был очень хороший опыт. Они присоединялись к нам как действительно талантливые музыканты. Повел очень хорошо играет перкуссии. То есть они практически стали участниками группы BrainStore. Они стали участниками BrainStore. Отлично. У нас было семь на сцене. Нам самим было очень интересно, потому что даже старые песни, которые мы привыкли, как они звучат, вдруг как-то заново. Друзья, это очень хорошие слова, извини, потому что, перебивая, получается, лишний рот для группы BrainStore, это не веревка. Это лишняя гитара, Саша, это находка. Да, да, и было здорово, и им очень понравилось. Вот, и так как они ехали с нами в тур, мы могли продолжать запись альбома в гостиницах, по дороге. Как удобно. Как удобно, да. Да, смотрите, это получается, ноу-хау вы придумали, Рейнерс, понимаешь? То есть, смотри, музыканты тратят время на тур отдельно, отдельно на запись альбома. Вы же совместили. Мы же совместили. Ну, мы должны признать, мы, наверное, не первые. Ну, нет, мы не знаем других. Вы первые и единственные. Какая бы первая песня? С удовольствием. Мы хотим первые сыграть как бы заглавную песню этого альбома. Wonderful Day, прекрасный день. Он и есть прекрасный. Ой, спасибо вам. И хорошая новость, что, в принципе, каждый день он такой прекрасный, если мы просто сумеем это увидеть. А мы сумеем. Спасибо. Именно. Wonderful Day. When morning comes like a waterfall And everything goes back and forth I start to say like a ship in a water The sun comes up In a deep blue sky All stars are gone To trace the night It's time to fly Across the oceans Ooh, what a wonderful day What a wonderful day Ooh, what a wonderful day Wonderful The universe I have it all And mountains high And full of snow All stars They shine Behind the daylight Ooh, whoo What a wonderful day In so many ways Ooh, whoo What a wonderful day Wonderful It's in the darkness It's in the light It's in the daylight It's in the night And now I feel it And now I feel it And I believe it Oh, it's in your eyes It's in your smile It's all day long It's for a while And now I feel it And I believe it Ooh, whoo What a wonderful day What a wonderful day What a wonderful day Wonderful It's in the darkness It's in the light It's in the daylight It's in the night What a wonderful day Браво! Браво! Друзья, программа «Концертный зал» и «Прекрасные дни» теперь у нас с вами будут каждый день. Ну, если у вас окажется, конечно, пластинка. У меня сразу две новости, хорошая и плохая. С плохой сразу начнем. Ну, давайте. Пластинки выпущены ограниченным тиражом. Очень ограниченным. Но в интернете можно найти и скачать специальных. Безлимитно. Безлимитно. Друзья, ну, одна пластинка, один диск сегодня достанется кому-то из вас. Правила участия от Романа. 8-909-928-1899. Друзья, СМС, Ватсап, Вайбер. Можно также ВКонтакте написать. Вопрос для команды «Брейнсторм». Мы зададим. Ребята выберут лучший вопрос. И, собственно, вы получите пластинку. Новую пластинку эксклюзивно от группы «Брейнсторм». Тринадцатый новый альбом. Удачи. Всем желаем. Искренне продолжаем общаться с огромным удовольствием. Рейнерс, презентация альбома состоялась в Риге буквально на днях. Верно. А россияне, жители Москвы, гости столицы, вы должны ждать декабря, 13-го числа. Вы знаете, нет, ну, с другой стороны, мы можем посмотреть на вещи так, что вот она презентация. Вот она здесь и сейчас презентирует. Да, в общем-то, да, согласна. Это нас устраивает. Это прекрасный вариант. Вот она. Спасибо. Ну, хорошо, а 13-го декабря просто большой. 13-го декабря большой концерт. Градюзный концерт. Крокус Сити Холл. Да, Крокус Сити Холл. Я так понимаю, что уже билет в продажу, уже нужно планировать свою жизнь. Водерфул день, водерфул концерт. Это еще не празднование 30-летия или уже? Это не празднование. Нет, это еще нет. То есть, все-таки 30-летие будем в следующем году отмечать. У нас это большая тема в последние дни. А как вы хотели? Мы много про это говорим. Мы еще не сошлись на то, что мы празднуем, потому что мы обычно не отмечаем. Но всегда может быть исключение. Марс хочет отмечать и Мэджи хочет отмечать. То есть, осталось еще троих как-то, да? Просто не празднуем же 40-летие. Вот, абсолютно верно. А 30-летие – красивая дата, ребята. Конечно. Ну, я думаю, что услышать очень интересный и творческий дуэт Мариса и Яниса, вот мы, причем у нас будет возможность быть в зале, праздновать, да, у столика. Друзья, вот так рождаются новые интересные проекты. Реннерс, но ведь в следующем году, знаешь, что случается? Отмечается 15-летие с момента, когда вся страна, Россия, запела песню «Скользкие улицы». Да, и 10 лет, как вышел русскоязычный алибом «Шаг». Понимаешь, каковы вообще для вас значимый год? 19-й. Да-да-да, время летит, это верно. Ну и, конечно, юбилей. Личный. Ой, уж только личный. Ну как, нет, ради? Ягодка. У меня ежегодно. Я говорю про следующий год. Именно так же, как у вас, друзья, у каждого. Ежегодно. Да. Мы сделаем сейчас небольшую паузу, после чего поговорим о юбилеях, о музыке и не только. Оставьте в компании «Страны ФМ». Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Программа продолжается, друзья, группа «Брейнсторм». Вот сейчас Рена Сортки пообещает своим поклонникам чего-то или скажет, опять-таки, что мы не отмечаем ни одну дату принципиально. Ой, друзья, давайте пойдем шаг за шагом. Правильно. Альбом выпустили. Это 2018-й, здесь и сейчас, да. Альбом выпустили. 13 декабря встречаемся к «Року Сити Холл». Правильно. Еще мы летом где-то встретимся. Мы будем с Терилетом. На фестивалях где-то, да, будете обязательно? Да, мы будем на Дикой Мяти. Те, которые летом приедут в Латвию, смогут посетить концерт «Брейнсторма» в Латвии. У нас будет пять больших концертов. Добро пожаловать. Все в интернете вы выкладываете. Конечно. За что вам большое спасибо. Конечно. Дорогой Реннерс, смотрю пластинку, плейлист, трек-лист и вижу единственную песню, кстати, за что отдельное спасибо, как я искал тебя с Мариной Кравицей. Я имею в виду единственная, которая с девушкой записана, с вокалисткой. Знаешь ли ты, что огромное количество российских артисток затаили обиду? Затаили обиду, потому что Марина, ну, она талантливая девочка, безусловно, но певица-певица, наверное, не все ее назовут, и тут твой выбор падает. А мы назовем, а мы именно назовем, мы причем назовем прекрасной певицей. Это так, да. И сама судьба, сама жизнь нас свела всех вместе, иногда в радиостанции в эфире, иногда в самолете в Сочи, например, где мы договорились, что нам надо что-то спеть вместе. Еще из российских исполнительниц шанс оказаться в дуэте с Громой, в тандеме, с Каши. Есть ли конкурс какой-нибудь, Реймерс? Мы про это не думали. Мы пока очень, мы пока очень рады действительно песне «Как я искал тебя», которую записали вместе с Мариной. Нам кажется, очень хороший клип получился, он как бы текстуальный клип. У нас есть эфир, он замечательный, все его знают, да-да-да. Романтичный, романтичный. 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 Романтичный, снятый в Рижском вокзале. И очень красиво. Очень красиво. Недорого, значит, в общем. Конечно. Следующая композиция, что мы послушаем. Знаете, если мы сошлись на «Как я искал тебя», конечно, Марина сегодня нет с нами, но может быть она смотрит. Марина, большой привет. Если ты не против, мы споем «И за тебя, и за тебя». Но я думаю, 13 декабря в Крокусе мы будем вместе. Ну, конечно, Марина будет, конечно. Отличное утро Легко он проснулся А кто-то родился и всем удивлен. Вот и я не знаю, как мир устроен, но знаю одно, Что меня уже ждут где-то целых десять минут. Ты вписан в этот квадрат рассвета И в россыпь света на окне Еще не скоро А ты живешь навстречу мне Как я искал тебя Как я искал тебя Сотни раз сквозь сотни сил Сотни раз сквозь сотни сил Отличное утро Бодринт прохладой И все, что мне надо Перебежать с бульвар Кафе на углу Но оно закрыто А в паре шагов Твой подъезд, твой этаж Твой звонок Это все не мираж Ты вписан в этот квадрат рассвета И в россыпь света на окне Еще не скоро Проснется гора А ты живешь навстречу мне Как я искал тебя Как я искал тебя Сотни раз сквозь сотни сил Как я искал тебя Как я искал тебя Сотни раз сквозь сотни сил Как я искал тебя Как я искал тебя Сотни раз сквозь сотни сил Как я искал тебя Как я искал тебя Сотни раз сквозь сотни сил Сотни раз сквозь сотни сил Браво, друзья, Брейнсторм Да, голос Марины не хватало Конечно, честно Конечно, конечно Но все прекрасно Спасибо огромное Спасибо, и Марине большое спасибо Пожалуйста, не забывайте Что у вас есть прекрасная Уникальная возможность Выиграть новую пластинку Команды Брейнсторм Вандерфул Дэй Что пишут уже? Ну, во-первых, творческие планы Не надо писать Потому что, ну, это не самый Оригинальный вопрос явно Творческие планы я вычеркиваю сразу Вот написали, что уже Здравствуйте, рада вас видеть в Москве Вопрос в связи с космической темой альбома Скажите, хотели бы вы жить на другой планете? Как думаете, мы вообще застанем тот момент Когда можно будет поселиться на другой планете? Пишет слушательница У которой мобильный заканчивается на 47, 94 Не подписались Хороший вопрос Хороший вопрос Ну, если мы вопрос задаем нам Ну, вряд ли Вряд ли нам Именно получится Где-то жить На другой планете Другой вопрос Хочется ли, Мэджик? Мэджик Модрисович Как вы думаете? Вы бы хотели На другой планете? Знаете, как жить Пока еще нет Но я надеюсь, что мы доживем Хоть Как туристы До возможности Долететь Долететь, да Дожить, наверное, пусть наши Пра-пра-пра-пра-правнуки Живут Ну, они уже решат Да Да Но вообще, конечно, космическая тема Нам очень близка в эти дни И начиная с вон На МКС слушают группу Брэйнсторм На МКС слушает группу Брэйнсторм И мы очень рады знакомству Сергеем Рязанским И мы сегодня утром еще с ним встречались И говорили про космические темы И вы им точно подарили свой новый альбом И теперь новый альбом зазвучит на всю вселенную Именно мы подарили новый альбом Он нам подарил книжку Которая прекрасная Он фотоснимки делал Из МКС Необыкновенная земля Кажется, так называется Книга Да, ну что У нас даже носки космические То есть мы очень Мы очень вникли в тему Да Все космонавты Все это актуально И продукты тоже космические У нас есть и супчики И борщики Да, сейчас есть фирма Которая делает эти тюбики Да, где можно попробовать Как еду Якобы такую Какую едят космонавты Ну, мы, Сергея, спрашивали Это точно так Но он говорил Ну, почти Стилизованно Хорошо Еще один вопросик Добрый вечер, ребята Очень сильный альбом Спасибо за него За все то время Что вы занимаетесь музыкой Вы наверняка накопили колоссальный опыт Во всех аспектах этой сферы Готовы ли вы передавать его молодым и талантливым музыкантам И обучать их хорошей и качественной музыке Спрашивает Дамир То есть открыть академию, я так понимаю Спасибо, Дамир, спасибо Ах, трудно сказать Ну, мы открыты этой теме Я помню, мы были в Екатеринбурге Мне кажется, я хочу спутать городы Где мы встречались с молодыми музыкантами Где они играли музыку и сочиняли Они показывали нам, как это делается Как они это делают Мы сыграли тоже и спели с ними вместе Мы открыты к этим опытам Но так профессионально, чтобы открыть кабинет Где 50 рублей Доктор Да, как доктор Такого пока уж еще нет Будем ждать то время Если только на другой планете Немножечко соединяется Академия Брейнсторма Отлично, слушай, прекрасно звучит Космическая Академия Брейнсторма Космическая Академия Брейнсторма Или музыкально-космическая Тамарико, кстати, спрашивала про космос Она подписалась У нас сейчас время для песни Что это будет за композиция? Вы знаете, ну, пару новых песен мы сыграли уже Давайте, может, вспомним Какую-то из старых добрых песен Назаре Назаре прекрасная песня Мы ее вспоминаем Но вспоминая про Назаре Мы сыграем ветер Давай Отлично Назаре он тоже бывает Назаре он тоже бывает Именно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветер, как ветер Несет нас опять по новому кругу В чартерных рейсах Стай людей Направляются к югу Мы ведь тоже хотели На солнце взлететь Прямо так Из нашей постели Я держал твою руку Когда ты мне сказала, что это Еще один фильм про разлуку И я кричу Остановите пленку Это кино Я уже смотрел Эй, режиссер Заканчивай съемку А он смеется В объектив, как в рецепт Еще один фильм про разлуку Последние титры Ты уехала к морю А я в холодные горы Обнялись на прощанье И стукнулись сумки Нам в фоне молчания Нам так жалко свободы Мы с тобою одной И той же парой Да, мы слишком похожи Значит, выберут нас на роль Совершенно случайных прохожих И я кричу Остановите пленку Это кино Я уже смотрел Эй, режиссер Заканчивай съемку А он смеется В объектив, как в рецепт И я кричу Остановите пленку Это кино Я уже смотрел Эй, режиссер Заканчивай съемку А он смеется В объектив, как в прицепт Та-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Конечно, для нас, особенно у каждого человека, я уверен, в уголочке сердца есть определенное место для этого произведения. Спасибо. Какие из ваших песен рождались сложнее всего? Очень претендует на пластинку Дамир, продолжает писать. Дамир, молодец. Какие песни. Ну, давай вот с этой. Слушайте, ты помнишь разве за 30 лет более 20 пластинок? Как ветер родился, например, да? Как ветер. Удивительно. Ветер рождался легко в Юрмале. В славном местечке Меллужи. В дюнах? В дюнах? Нет, в коттедже. В коттедже даже. А потом очень все-таки хорошо мы все вместе развивали вот тему ветра, потому что не было припева. Помните, когда мы были в студии, не было припева. Была бы только тема и, как бы, куплеты. Вот, и все вместе пришли к припеву. Практически эта песня коллективно созданная. Коллективно созданная. Так же, как выходные, например, тоже был проигрыш, были куплеты, но не было опять припев. Опять все взялись и придумали. В общем, Дамир, все делается коллективно, а потому, в общем-то, все, ребят, получается очень-очень хорошо. О коллективе и команде немножко. Все знают, что вы знакомы с детства. Все знают, что вы уже 30 лет команде «Брейнсторм». И наверняка уже 150, ровно тысяч раз, а может быть, даже и больше задавали вопрос, бывают ли конфликты в коллективе и так далее и тому подобное. А так вопрос именно не буду формулировать. Прошу следующее. А может быть, вы обращались к психологам, дабы исключить какие-то неприятные моменты? Я сегодня узнала, что некоторые группы так поступают. Даже ездят, там даже и в Штаты каким-то известным психотерапевтом, для того, чтобы решить какие-то внутренние проблемы. Ну, мы, я думаю… Не обращались? Скажите. Мы много денег не потратили. Да, не езжай к психологам. Нет, ну вот один вопрос, на который очень четко можно ответить. Нет, вот до такого не доходило. То есть все решали сами. Как более-менее. И время, и время, само оно как-то решает. Я думаю… Прекрасный психолог, наш менеджер, генеральный друг тоже наш. Так это вам повезло, конечно. Вот она, кстати, очень хитро и мудро и умно звонит и говорит с каждым индивидуально, как-как. И вот если чувствует, что вот нету консенсуса в группе, то есть она очень хитро это делает, обзванивая каждого, и с каждым она знает, что говорить, как говорить. И в конце концов, вот мы тут через 30 лет. Все вместе, молодые и красивые. Молодцы, прекрасно. Вы выполнили песню «Лид Машинас». Было очень зажигательно. Стоит ли надеяться услышать ее на концертах в России? Мы давно ждем, пишет тот, кто не подписался. Спасибо за вопрос. Вы знаете, «Лид Машинас» — да, конечно, особенная песня. Те, которые не знают, не слышали, это песня, с которой, в принципе, начинался брейнсторм. Это было, ну не скажем, 30 лет назад, но 28. Ну, мы сочинили песню для школьного мероприятия, как шутку. «Курерман Лид Машина». «Где мой самолет», да? «Лид Машина» — это самолет. Вот. И мы долго не играли эту песню, потому как бы всем нравилось, но мы думали, довольно-таки дурная песня, там, ну, такая ради шутки. Вот. Но один раз мы сыграли ее в каком-то концерте, и к нам подошел человек, у которого была радиостанция, и он сказал, если вы запишете эту песню, но именно так, как вы играете вживую, ну, так бурно... Концертную версию. Концертную версию. Я буду вас играть на радио. И мы подумали, ну ладно, мы пошли в латвийское телевидение, и мы записали, мне кажется, с двумя микрофонами записали песню, и мы послали песню ему, и он сказал «отлично», и песня стала песней года. Вот так. То есть как-то вот эта песня дефинирует, ну, такой изначально брейнсторм, брейнсторм, как бы такой... Визитная карточка получается. Энергетика, да-да-да. Энергетика, все. Вот. Мало ума, много драйв. Именно, да. Брейн поменьше, на сторм. Такой, ого-го. Ну так вот, к вопросу возвращаясь. Планируешь ли ты исполнять на российский концерт? Давайте сыграем. Мы сыграем лид-машин. Мы никогда вот в акустику ее не играли? Ну, может, куплет-препет или... Давайте куплет-препет, давайте. Раз, два, три, и... Мы скаисты пилоты, лидуая мусса в флоте, и мы скаисты пилоты, а самолеты. Чего? Мы скаисты пилоты, мы скаисты пилоты, и мы скаисты пилоты, и мы скаисты пилоты, и мы скаисты пилоты, и мы скаисты пилоты. Куда и моя лид-машина? 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 Я понимаю того человека, который рекомендовал вам ее записать. Он абсолютно был прав. Это легкая версия была. Легкая летняя версия. Очень люблю вашу песню Years and Seconds. В свое время она помогла мне пережить потерю любимого кота. Спасибо вам за это. Браво, 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 тут большой претендент, Надюша. Да, да, да. Дамир, Дамир, вам надо постараться. Я думаю, что поклонники, конечно, часто признаются вам, что мы влюблялись, мы расставались, мы мирились, мы страдали, плакали и радовались наоборот. Но вот что, даже помогать, смириться с потерями, мне кажется, вот это настоящий успех. Да, это успех, это успех, действительно. Надо еще узнать песню «Зачатие». Песню «Зачатие»? Да. Кота? Ну, иная, иная, иная. Нет, я понимаю, но кого? Ну, как... Белка. Нет, я понимаю. Под какую-кулью песню. А, какая лучшая песня брейнсторма? Да, да. Хорошо. Я думал, ты у меня за 30 лет уже с полуслова поймешь, но... Ну, оказывается, нет. Нет. Позвони Ай. Ребят, следующая песня у нас какая будет еще? Вы знаете, давайте сыграем еще что-то из нового альбома. С удовольствием. У нас есть одна прекрасная песня, которая называется «Мой друг Океан». И тут вот отличный момент. Еще раз сказать спасибо нашему прекрасному другу и поэту Сергею Тимофееву, который пишет... Вы уже не первый год сотрудничаете, дружите. Не первый год. «Ветер» была первая песня, которую мы написали вместе. То есть Сергей написал музыку, он текст. Вот. С тех пор в каждом альбоме есть песни с его текстом. Ну, успешное сотрудничество. И это будет называться «Мой друг Океан». Отлично. И я незаметно достал из кармана шпаргалочку. Песни новые. Да, можно и с шпаргалочкой. Сергей, простите, дорогой. Да, но тут очень... Ты же видишь, сколько текст. Там же четыре куплета. Ну, как же человек новую песню и сразу. Действительно. Поехали. «Мой друг Океан». Океан. Вот мой друг Океан. Он живет, не имея водительских прав. Но он прав в том, как возит нас по своим волнам. И нам так легко сегодня нестись по ним. Сказь я, все мои друзья, все мои друзья, все мои друзья, теперь тоже твои друзья. О-о-о-о. 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 Вот мой друг Дикий лес. Он романтик, как район из разных романов или пьес. Он всегда в зеленом плаще и молча. Помолчим с ним вместе или нас свистим. Все мои друзья, теперь тоже твои друзья. Все мои друзья, теперь тоже твои друзья. А еще есть воздух, невидимый друг. Он любит слоняться повсюду вокруг. Пусть он незаметен, незаметить нельзя. Все мои друзья, теперь тоже твои друзья. Вот твой друг, этот мир. Он и с неба, с землею, и с подъездов, и квартир. Ты его мне подаришь сегодня в ответ на мой. И куда бы мы ни пришли, мы придем домой. Все мои друзья, все мои друзья, теперь тоже твои друзья. Все мои друзья, теперь тоже твои друзья. Все мои друзья, теперь тоже твои друзья. О-о-о-о-о-о-о-о-о. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, мы задумывались, мы задумывались. У нас, кстати, был концерт в Крокусе в Вегасе. У нас было два концерта, и один из них мы сняли. И кажется, очень хорошо получилось, здорово получилось. И, возможно, что очень скоро, возможно, к 13 декабрю, когда у нас будет Крокус Сити, холл концерта, там будет... То есть можно прийти на концерт и приобрести DVD и CD. А он в Ютьюбе, сейчас нет его? Это мы только его видим, да? Я иду, просто не знаю. Анастасия, проверьте, возможно, уже выложим концерт. Вот девушка говорит, пока нету. Вот, Анастасия... Если только кто-то на телефон записал и выложил фрагменты выступления. Мы сняли, он имеется, он уже готовый. Так что ждите. Хорошо. Но это еще не все вопросы. Пожалуйста. Не уходите. Расскажите, кто такие группа Рейганы. Существуют они еще или давно остались в прошлом? Это группа из Эстонии. И мы слышали, что это такая группа, которая всегда носит маски Рейгана, президента Соединенных Штатов Рейгана. И играет такие веселые песни. Она такая панк-группа эстонская. Я понимаю, это латыши, которые поехали учиться в Эстонию. Вот почему вас именно спрашивают об этом. Да, ну вот, наверное. Мы пересекались пару раз. Пару раз пересекались. Но они были без масок, я так понимаю. С масками. А, с масками вышли. Они никому никогда не открывали, кто как бы они. Вы знаете, в таком случае можно несколько составов запускать. Да, очень выгодно. По городам. Ой, как будто я лайфхак. Да, не одного возраста. Ага, точно. Чем больше всего вы гордитесь в музыкальной истории Брейнсторм? Настаивает, не сдается Дамир. Дамир, вы большой молодец. Ха, почти, да, 30 лет. Да, почти 30 лет. Надо как-то вот... Ну что, было много, много прекрасных моментов. Ну, Rolling Stones, наверное, Rolling Stones, да. Когда, да, когда латышская группа соединилась с английской группой в Праге, нас пригласили на разогреве, мы были счастливы, это был 2003 год, и у нас была возможность встретиться с ними. Она была короткая, но очень яркая, потому что у Мика Джеггера тогда было 60 лет юбилей, и мы ему подарили саксофон Маджика. За год перед этим мы подарили Маджику этот саксофон, но он настолько хорош был. Мы говорим Маджику, если ты не против, давай твой саксофон будет у Мика. Мы тебе подарим другой, но так и не подарили, скорее всего. Да, вот и мы подписали Мику от Брейнсторм, и подарили, он был рад. Кейт Ричардс говорит, что это слишком хороший саксофон для Мика. Мик сразу саксофон кому-то передал, ну, и мы уверены, что где-то в Южной Франции. По вечерам он и играет саксофонами. Фото имеется, где он держит. У него цветы стоят, знаете, как ваза делает? Да, хорошая ваза. Рейнерс, слышишь, когда пытаются вас копировать, я имею в виду какие-то молодые группы, может быть, в той же самой Латвии, может быть, из России, до тебя доносят весточки, в интернете присылают ссылочки. Есть такие вот, ну, откровенные прям ребята, какие-нибудь музыканты, которые пытаются скопировать стиль группы Брейнсторм? Голос, может быть, манера? Есть два парня, которые, ну, точь-точь просто им... Прямо под копирочку? Ну, они не выглядят как, но когда они пародируют, ну, есть в Ютубе тоже, можно видеть, ну, просто идеально для этого получается. А, ну, это именно речь о пародии идет, то есть это не целенаправленное желание зарабатывать? Манера и голос Рейнерса два есть. Но то, что вы нас, Литер... Да, очень трудно сказать. Мы же тоже берем впечатление от других групп, но я думаю, вот так друг другу и передают, и это нормально. В общем, ничего плохого в этом нет. Здесь как раз... Должны быть как бильярдные шарики, вот тот ударит того, а тот уже того, и... Заразная эта штука какая-то, прям, послушаешь вас, чик-чик-чик. Подбодриваем, да. Подбодрите нас следующим музыкальным произведением, что это будет, расскажите. С большим удовольствием. Новая песня была. Давайте что-то из старых, опять, потому что мы упомянули 15 лет из классики. Да, наша встреча с группой Би-2, Шура, Лёва, прекрасная песня. И скользкие улицы, но неужели. И скользкие улицы. Давайте, попробуем. Воздух искрит И просто поверить Лопнет, как мыльный пузырь Самый страшный кошмар Вспыхнет в груди Но не согреет Сердце оставит пустым Янтарный пожар Скользкие улицы И на марке целуются Помятые крылья Несчастной любви Минуты отмечены Случайными встречными Но никто не ответит Что ждет впереди Плавится лёд На бархатном теле Тает, как лёгкий дымок Короткая ночь Время пройдет И однажды развеет Пёстрая лента Дорог Сомнения прочь Скользкие улицы И на марке целуются Помятые крылья Несчастной любви Минуты отмечены Случайными встречными Но никто не ответит Что ждет впереди На стрелках Перекрёстки До горизонта плоский Город Город Словно Остров На краю земли Скользкие улицы И на марке целуются Помятые крылья Несчастной любви Минуты отмечены Случайными встречными Но никто не ответит Что ждет Впереди Брейнсторм Браво! Прекрасно! Рейнерс, скажи, пожалуйста Сколько детей у группы Брейнсторм? У группы Брейнсторм? Ничего страшного Мы ждем Одиннадцать Одиннадцать детей Это только у играющих В группе Администрацию И психолога Пока не трогали Не включаем Но у нас намного больше Трое из них твои Трое сыновей И девять, значит, на остальных Но одиннадцать Вы же понимаете, что это уже В принципе, это еще две Мы старались так Это еще две группы Брейнсторм Которые, в принципе, можно При желании параллельно Также отправлять на гастроли Кто планирует пойти по вашим стопам? У кого есть уже явные музыканты в семье? Некоторые есть Некоторые занимаются музыкой Я знаю двоих Из своих троих Которые У них есть группа Да, Carnival Youth Они Вообще-то Выступают ли они на разогреве У Брейнсторм, скажем Они играли в прошлом туре У нас на разогреве Правильно Ну скажи, у них планы такие же Стать международного уровня Петь на всех языках Ангельские и русские Или пока только вот Кстати, у них будет Первое выступление в России На стереолета В Петербурге Это будет в июне В июне Уже очень скоро Да Да, да, да Кто материал? Материал Потому что У молодых У них есть свое видение Свое понимание Время меняется Дух времени меняется И в принципе Иногда ты можешь только Испортить Испортить Помешать Потому что Все же развивается У нас есть свое время Мы его понимаем И здорово Что у нас хорошие друзья Продюсеры Молодые ребята Которые включаются В процесс записи альбома И тогда он становится Более современным Потому что Ясное дело Ты впитываешь музыку Очень Интенсивно Когда тебе там 13, 15, 17, 20 И еще немножко Но в принципе Вот тот самый Интенсивный период И в принципе Это твое время Твой дух времени Который поймал И вот эта музыка В тебе Ну и детство Конечно Вот это в тебе сидит А потом ты Как бы тебе нравится И все что Современное происходит Но Она до самой глубины Она не доходит И поэтому Очень важно Оценить Каждое поколение Их понимание Про музыку И уважать Да с уважением Относиться И уважать Конечно Конечно Ну а в каком стиле Ребята работают Что это Рок Рэп Рок Инди Рок Инди Рок Да Пожелаем им удачи Пожелаем удачи Но у нас Много талантливых Молодых Парней И девушек И именно музыкантов То есть именно Тоже по музыке Идут Вот дочь Мэджика Хелена Очень хорошо поет Она поет Она поет Она поет Она прекрасно поет Потому что она Даже выступала на Х-факторе А я тогда ее не видел Ну я не слышал Как она поет Но у нас было Одно мероприятие И она пела Одну песню Jackson 5 И так Прекрасно она пела Потрясающе Я рада Что у нас впереди ждут Много новых Интересных музыкальных Открытий Впечатлений Ну а сейчас Музыкальные впечатления Давайте Марис показывает Дудку Вы бы хотели Что-то Продудить Продудим Вы бы хотели Вы бы хотели Эпоху продудить Или 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 Давайте эпоху Давайте эпоху Мы же говорим про Дух времени Да Давайте Разрешите Поставлю Монитор Давайте И там где мы Не встретимся с тобой Забылись Наши силуэты Но кто-то так Похожие на нас Встречают Новые рассветы Они молчат Они смеются У них есть все И ничего Они друг к другу Прикоснутся И с ней Проснутся Подай-ка жару Старый добрый мир Ты не закончишься На вздохе На площадях Твойки в матрицах Квартир Поют здесь гимн Своей эпохи Она летит Быстрее звука Быстрее даже Стука в дверь Она считает Крышки люка Вон Она теперь А ты за все Что не сумел Прости меня Ах А ты за все Что не посмел Прости меня Поехали Стаканчик с кофе Взятый на ходу И шарф Намотанный На горло Пора бежать Ловить Свою звезду Что светит Весело И гордо Подай-ка жару Старый добрый мир Ты не закончишься На вздохе На площадях Твоих И в матрицах Квартир Поют здесь гимн Своей эпохи Она летит Быстрее звука Быстрее даже Стука в дверь Она шипает Крышки люка Она теперь Она теперь Она теперь Она летит Быстрее звука Она теперь Она теперь И стоит мне Тебя коснуться И сны Проснуться Потрясающе Браво Браво Брейнстор Спасибо большое Пока не закончилась программа Мы должны успеть вручить диск Давайте выбирать автору Какого вопроса Мы будем вручивать Ну я вам скажу так Или Дамир Или Человек который Ерзен Кошка Да Ну сейчас Надо решить Дамир Три вопроса Прислал Вы знаете У нас У нас Возможность Подарить Еще один Диск Конечно Как же мы Итак Кому мы вручаем Давайте Это Дамир Дамир Отлично Молодец Вот активность Все-таки Важная штука Наша ведущая Фактически Спасибо Кому еще вручаем Ну к человеку Даже не вопрос Который рассказал О том Что потеряв кошку Он смог восстановиться Благодаря творчеству Группы У нас есть Телефоны этих людей Мы с вами свяжемся Друзья Мы вас искренне поздравляем И искренне честно Скажем завидуем с Романом Потому что у нас Еще этой пластинки нет Нам остается Скачать Потому что у нас Тоже нет этой пластинки Она настолько Редкая Так что скачиваем Слушаем И конечно 13 декабря В Крокус Сити Холл Встречаемся Там будут все группы Брендсторма И даже может быть Марина Кравец Как сказал Рейнерс С нетерпением Будем ждать С нетерпением Будем ждать этого числа Да Спасибо И друзья Что до этого будет происходить Ребята пообещали Писать у себя в инстаграме И конечно в интернете тоже Мы искренне вас благодарим Спасибо огромное Спасибо вам огромное Очень приятно Для нас огромное удовольствие И большое счастье Телерадиоканал Страна ФМ От всех наших сотрудников Представим все в любви огромное И знаю что наши Многомиллионные аудитории Зрители и слушатели Тоже вас очень и очень ждали Группа Брендсторм Спасибо за новый альбом До новых встреч Здесь у нас И что мы послушаем Под занавес Ой ну давайте Дадим Марису На дудке сыграть Давайте Причем выходные Приближаются Ура Это точно Брендсторм Ура День проснулся Город дышит Мы уйдем пока Никто не слышит Ты к рассвету Я к закату Все равно Придем куда-то А под утро Мы как дети Попадемся В эти сети Парики и Смешные косы Снимем все И все вопросы Ага А мы гуляем Мы крутые Ага А мы хорошие Не злые Ага Когда проснемся Будет вечер Будут выходные А ничего Конрад Карлович Михельсон Снова день Коты на крышах Нам пора Уходим тише Там на пляже Где тает лето Казалось ведь Навсегда Все это А под утро Мы как дети Снова Попадемся В сети Аллилуйя Харе Крышна Так громче Ничего Не слышно Ага А мы гуляем Мы крутые Ага А мы хорошие Не злые Ага Когда проснемся Будет вечер Будут выходные Ага А мы гуляем Мы крутые Ага А мы хорошие Не злые Ага Когда проснемся Будет вечер Будут выходные Спасибо огромное Еще раз Спасибо большое Вам Ведущим Телезрителям Слушателям Спасибо огромное Группу Ага Ага Когда проснемся Будет вечер Будут выходные Ага А мы гуляем Мы крутые Ага А мы хорошие Не злые Ага Когда проснемся Будет вечер И будут выходные И будет вечер И будет вечер Продолжение следует...